Часто человек, приехавший в Россию, в Средней Азии не знает, где получить необходимую для него юридическую консультацию или медпомощь. Теперь проблема решена. Государственная служба миграции презентовала уникальное мобильное приложение «Справочник мигранта». В нем есть вся информация о рисках торговли людьми, правилах пребывания в странах ЕС и дальнего зарубежья. На презентации побывала Эльвира Сатабекова. Новое приложение «Справочник мигранта» создано на базе Android, так как, по словам представителей проекта, кыргызстанцы, работающие за рубежом, в основном пользуются смартфонами на базе этой операционной системы. По словам зампредседателя госслужбы миграции Алмазбека Санбекова, недостаток информации для мигрантов является одной из самых важнейших проблем на сегодняшний день. На протяжении последних лет, изготавливая информационные буклеты для трудящихся мигрантов, мы сталкивались с такой задачей, когда большое количество брошюр, мы изготавливали по 200 и по 300 тысяч экземпляров, в результате изменения законодательства оказывалось ненужным. Сейчас же, используя мобильное приложение, благо практически у каждого человека есть телефон, мы изменения будем выносить прямо в это приложение и таким образом обновлять информацию, и информация всегда будет актуальная, и мы не будем расходовать такие большие средства на доведение информации до населения. Приложение справочник мигранта можно будет скачать в плеймаркете совершенно бесплатно, здесь будет собрана вся необходимая информация мигранту, здесь будут размещены свежие новости, правила пребывания в ЕАЭС, также будет работать горячая линия, по которой можно будет позвонить по номеру 189 и получить всю необходимую информацию. Также адреса и телефона посольствий, консульств, которые находятся по всему миру, а также можно будет себя проверить в черном списке, просто введя фамилию и дату рождения. Это приложение работает на двух языках, на русском и на кыргызском. Проще говоря, с помощью приложения каждый сможет вовремя получать необходимую для него информацию, что также может служить профилактикой по предупреждению правонарушений, говорят специалисты. На сегодняшний день в списке, который мы получили, находятся 110 тысяч человек, то есть в первые дни, когда мы получали информацию от российской стороны, озвучилась цифра 188 тысяч, сегодня мы получаем 110 тысяч, то есть в общем числе порядка 78 тысяч наших граждан было исключено. Здесь надо учитывать, что сокращение списка запретников происходит на основании договоренностей на высоком уровне между президентами и главами правительств и ни одна другая страна таких показателей сегодня по уменьшению списков не показывает, наоборот, списки их растут. Техническому новшеству радует Умара Джаикова. Она долгое время работает за пределами родины и говорит, что такое приложение весьма необходимо, так как это некий справочник всего того, что нужно знать трудовому мигранту. При этом не нужно посещать какие-либо учреждения, все всегда под рукой. Это очень удобно, потому что многие соотечественники, выезжая в Россию, элементарно не знают своих прав. А тут, если столкнулся с какой-нибудь проблемой, можно посмотреть у себя же в телефоне и уже точно знать, куда обращаться. Как отметили в ведомстве, в будущем планируется оснастить аэропорты и автовокзалы информационными стендами. Также добавили, что на сегодня Министерство иностранных дел заключает соответствующие договоры с посольствами других стран, где нет диппредставительств Кыргызстана, чтобы они оказывали необходимую помощь нашим соотечественникам.